В эфире ОТС ежедневная программа «Спортобзор» в студии Кристина Лата. Здравствуйте! Владислав Тюрин. Именно его болельщики футбольного клуба «Новосибирск» признали лучшим игроком первой половины сезона. Команда победила в серебряной группе второй лиги А и получила повышение в золотую. Сейчас он вместе с партнерами готовится к весенней части чемпионата. Перед Новосибирском стоят новые задачи и амбициозные цели. Сборы тяжелые. Надо готовиться к золоту в очень серьезный турнир. Но это футбол, это нужно. Мы сами понимаем, что серьезная задача стоит. И нам самим хочется. Мы хотим вернуть футбол и выйти в ФНЛ. И будем работать делать все, что от нас возможно. Первый сбор у команды в Новосибирске в Манеже Заря. Каждый день одна-две тренировки на поле, не считая общей физической подготовки. В прошлом году здесь постелили новый газон. Как говорят спортсмены, отличного качества. Работать с мячом на таком покрытии – одно удовольствие. Сегодня лишь второе занятие после отпуска. Но еще до того, как собраться в Новосибирске, футболисты готовились самостоятельно. По программам, которые каждому разослали тренеры. Так что на сбор все приехали в хорошей физической форме. Активная работа у футболистов началась с первой же тренировки. Без раскачки и какого-то большого объема втягивающих упражнений. Сразу внимание к беговым, упражнениям на координацию и, конечно же, к работе с мячами. И это неудивительно. Такая серьезная работа в предсезонке – залог успеха. А задачи перед командой стоят серьезные. Никто не скрывает желание попасть в тройку лидеров и выйти в первую лигу. Нескольких ключевых футболистов нет на тренировке. Например, основного голкипера Максима Киселева. Они на медосмотре. В команде решили отправлять игроков на обязательную проверку по очереди, чтобы не прерывать тренировочный процесс ни на один день. Состав практически укомплектован. В ближайшее время планируют усилить лишь пару позиций. Но больших кадровых перемен не будет. Команда показала себя достаточно хорошо в осенней части. И футболисты доказали свою состоятельность, что они могут давать результат, показывать хороший футбол, игру. И я думаю, что было бы неправильно сейчас серьезно как-то команду изменять именно в зимний период. Да, мы поднимаемся выше, но не настолько. После двухнедельного сбора в Новосибирске команда отправится на три недели в Турцию, где будут не только тренировки, но и контрольные матчи. В том числе с клубами из числа лидеров первой лиги. Первый матч весенней части чемпионата назначен на 3 марта. С кем именно станет известно в ближайшее время, когда опубликуют календарь. К новостям хоккея с мячом. Сепсельмаш на домашнем льду уступил действующему чемпиону клубу «СКА-нефтяник». Первая встреча команд в сезоне в Хабаровске завершилась разгромом новосибирцев. Тогда Сепсельмаш уступил с крупным счетом 0-15. В домашнем матче новосибирцы смогли забить первыми. Сделал это Сергей Ганн с передачи Ивана Нечаева. В целом на старте матча хозяева смотрелись хорошо, но уже в середине первого тайма гости забрали себе инициативу, а ближе к концовке сравняли счет. Практически сразу после перерыва Сепсельмаш пропустил еще два мяча. Эти голы встряхнули команду, и новосибирцы усилиями Павла Рязанцева сократили отставание. Кстати, ветерану Сепсельмаша осталось всего 16 мячей, до отметки 1000 голов в чемпионатах России. Но в игре со СКА этот гол у Рязанцева оказался для новосибирцев последним в матче. После забивали только гости. До конца тайма хаваровские хоккеисты отправили в ворота Сепсельмаша еще три мяча. Итоговый счет 2-6. При этом нельзя сказать, что гости были на голову сильнее. Новосибирцы создавали моменты, но как всегда подвела реализация. Не хватило точного последнего паса или удара. Мы старались соответствовать скоростям, предложенным соперникам. Понятно, что соперник очень скоростной во всех отношениях. И индивидуальная скорость, и скорость принятия решения, и скорость передвижения мяча по полю. Мы старались соответствовать, и не только обороняться, но и атаковать. Думаю, отчасти у нас получалось вот до какого-то определенного момента. Это поражение не выключило Сепсельмаш из борьбы за плей-офф. Команда идет на девятом месте, уступая Нижегородскому старту лишь под дополнительным показателем. В завершении выпуска информация для тех, кому интересно не только следить за командами и наблюдать за спортивными событиями с трибун. Новосибирцы, которые желают проверить свои силы, в январе могут попробовать выполнить нормативы комплекса ГТО. 21 числа можно проплыть требуемую нормативами дистанцию в бассейне «Олимпик», 28-го – в бассейне «Лазурный». В этот же день в ЛДС «Сибирь» принимают нормативы по бегу на разные дистанции в зависимости от возраста участников. 27 января в помещении ДОСАВ по адресу Крылова, 24, принимают зачет по стрельбе из электронного оружия. По будням также можно выполнить нормативы ОФП по адресам Народная, 17, Шмидта, 3, Зорги, 107, Корпуса, 1 и Савы Кожевникова, 3А. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону 8-913-003-23-64 в рабочее время. Всю подробную информацию также можно узнать на сайте gtonsk.ru. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Лата. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok